Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на творческий музыкальный канал TG Production. Меня зовут Герман Третьяков. И сегодня я бы хотел поговорить об интересной теме, как аранжировка оркестровой кинематографической музыки. Тема достаточно тонкая, деликатная и, я думаю, очень интересная многим, особенно новичкам, которые хотят писать музыку в стиле Джона Уильямса, Джеймса Ньютона Говарда, Ханса Циммера, хотя у Циммера там это отдельная история. Кого еще там? Джона Пауэлла, да, то есть что-то такое. Мы возьмем какую-то быструю мелодию, достаточно простую. Напишем к ней аккорды, различные там арпеджи, всякую там арфу, вот это все, чтобы это было красиво. Отрывок на пускай быть, я не знаю, сколько у нас получится, секунд 10-20, но тем не менее, чтобы в этом отрывке я смог передать вам информацию настолько, чтобы вы смогли в своей полноценной композиции от нуля до конца использовать все эти фишки. Но первая важная фишка, первое важное правило оркестровки – это практика. То есть все, что я сейчас вам буду говорить, это я нигде не читал, нигде не учил, помимо базовой теории музыки, которую я там в музыкальной школе, в университете, училище где-то изучал, неважно. То есть базовая теория, вы ее и так знаете. Я сейчас специально не открываю каких-то больших красивых шаблонов, которые у меня есть для того, чтобы написать оркестровый трек, для того, чтобы мы закономерно вместе с вами просто понятно все сделали сейчас. Итак, инструменты, соответственно, будем добавлять тоже все по очереди, ничего не пропустим, не упустим. В первую очередь я бы хотел добавить фортепиано, потому что универсальный инструмент с 88 клавишами – это инструмент, на котором мы можем сочинять и слышать то, что мы сочиняем. То есть если мы не знаем, каким инструментом мы будем писать аккорды, каким инструментом мы будем писать мелодии, мы можем просто взять фортепиано и написать пока что на нем. И сразу же я обращу ваше внимание на первую фишку. Для того, чтобы движение композиции было более активное, более певучее, такое-то танцевальное, воздушное, легкое, соответственно, если это саундтрек к мультфильмам, к рекламе, что-то мистическое, что-то сказочное, волшебное, фантастическое, то есть что-то в стиле Джеймса Ньютона Говарда, может, или... В общем, вы поняли. Лучше взять не четырехдольный размер, а трехдольный. Для этого мы в пьянороле заходим сюда в параметры, snap и ставим 1 третья. И у нас каждая сетка делится не на 4 доли уже, а на 3. Если я сейчас сделаю динамическую герархию и выделю главные доли, то есть те, которые у нас по сеткам располагаются, то мы услышим трехдольный размер. Давайте подумаем над ритмом. Вот у нас 12 основных долей, то есть у нас размер получается 12 восьмых. У нас уже получается такое движение, то есть это вторая фишка. Мы главные доли выделяем, их играем чуть громче. Если у нас, допустим, более протяжный мотив, не настолько быстрый, а более протяжный, то соответственно выделяем только одну главную долю из двух. То есть раз, два, три. Раз и три выделяем, первую и третью. Если мы возьмем спиката скрипку, то это уже зазвучит. Но для того, чтобы ее взять, нам нужно хотя бы придумать какую-то еще мелодию. Просто пропишем 4 главные доли, чтобы от них уже отходить. Добавляем к ним побочные. Допустим, пятую ступень. Да, даже не так. Это даже слишком сложновато будет. Что-то попроще нужно. Вот эту главную долю мы поднимем на устойчивую третью ступень. У нас тональность ми минор. Первая ступень у ми миноре ми, третья ступень соль, пятая ступень си. Мы их запомним. И это устойчивая ступень ми минора, по которой мы будем писать ноты на главных долях. То есть вот это главные доли. Тан, 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 тан. А побочные, они будут к ним переходить. Та-та-та-та. Та-та. Та-та. Вот самое простое. Потом я сделаю то же самое. Не вру. То же самое. Просто в ля миноре. Затем повторю и сделаю какое-нибудь окончание. То есть типичное сочинение простого мотива. Простая мелодия. Идет по секвенции. То есть то же самое. Повторяется в другую ступень. Потом снова. И завершение. Прежде всего нам нужно подобрать инструмент. И вот третья фишка аранжировки оркестровой музыки. Именно в DAW программе. Подбор правильной библиотеки. А точнее подбор правильного штриха. То есть у нас есть короткие скрипки. Но. Что значит короткие скрипки? Давайте добавлять контакт. Это мы как-нибудь отделим. Сделаем какой-нибудь. Сделаем какой-нибудь такой цвет. Это у нас будет мелодия. И мы добавляем отдельно к этой мелодии. Новые инструменты. И по ней аранжируем. То есть это будет некий референс. Обычно я так не делаю. Просто сейчас. Чтобы вам было нагляднее и понятнее. Чтобы вы не запутались. Я так сделаю. Почему именно скрипка? Потому что фортепиано. Можно оставить фортепиано. Пожалуйста. Но именно скрипка задаст именно такой легкий характер. Своим тембром. Своим характером звучания. Звукоизвлечением. У фортепиано. Фортепиано такой импульсный инструмент. Тан-да-тан-та-тан. У него нет никакой атаки. Плавность возникновения ноты. Скажем так. А у скрипки. Она идет не сразу. Она идет не так. Тан-та-тан. Она идет жам-жам-жам-жам. И за счет этого появляется такая легкость. Тем более скрипка очень нежно сыграет у нас. Относительно других инструментов. То есть если мы добавим какие-нибудь медные на фоне аккордами. Фортепиано будет не так, скажем так, подходить, да? Узрированно говоря. К этим медным. Нежели скрипка. Тут нужно знать. Тут нужно иметь опыт в инструменты знаний, что ли. Знать инструменты глядения. Как это сказать. В общем, вы поняли. Должны знать совокупность инструментов. Вы должны слушать оркестр. Всего лишь слушать оркестр. И вы тоже все поймете. И знать хотя бы основные инструменты. Первые, вторые скрипки. Альт, виолончель. Потом медные, допустим. Знать, что есть гобой, флейта, как они звучат. Валторно. То есть горно, да? То есть какие-то основные инструменты. И все. Этого будет достаточно. А теперь вопрос. Какую именно добавить скрипку? Мы сейчас с вами сидим не перед оркестром. Мы сейчас с вами сидим перед мониторами. И, соответственно, мы не можем позвать музыканта соответствующим инструментом. У нас даны библиотеки. Многие мои подписчики, в связи с тем, что я часто использую в своих композициях Spitfire и Albion One, и спиката скрипки пишу именно на них, берут именно эту библиотеку. Но в некоторых случаях это подходит очень даже хорошо, а в некоторых это ошибочно. Давайте сейчас я уберу первый канал. Вот так звучит скрипка. Spitfire. Можно сделать погромче немножко. Ну, в принципе, скрипка есть. Но легкости нету. Что мы можем сделать? Во-первых, мы можем сделать чуть-чуть потише динамику. Отлично, уже появилась легкость. Но как-то нереалистично. И вот вам четвертая фишка. Сейчас мы к третьей еще вернемся. Подбор библиотеки. Но четвертая фишка сразу же. Если у вас, допустим, одна библиотека, или если вы никак не можете подобрать правильный штрих, и вы вроде как подобрали уже все, но не получается. Звучит все равно как-то убого. Это все дело динамики. Четвертая фишка. Динамика. Соответственно, как правильно организовать ноты между собой по громкости? Во-первых, самое простое правило. Первую долю громче, остальные доли тише. То есть, чем доля побочнее, тем нота будет тише. Проверяем. Хорошо. Но мы выделили только самые главные доли. По факту, раз, два, три, четыре. Размер четырехдольный. Мы видим сетки. Вот они сетки. Главные сетки. И между ними такие более прозрачные, более светлые, что ли. А вот более темные, это и есть главное. И мы их ноты, которые идут прямо на этой сетке, поднимаем. То есть, переходные ноты, вот эти, они у нас звучат тише. И вот это в том числе. И между этими нотами, которые мы сделали тише, громче, неважно. Мы тоже делаем какую-то иерархию. Вот здесь идут три одинаковые. И мы какую-то делаем тише. Здесь точно так же все делаем. Последнюю можно сделать погромче. Мы на нем вот скатываемся, падаем. Пом. А теперь регулируем, чтобы сильно просто-напросто не кричали. Ну, на слуху, да? Ну, и теперь вот эти тоже. Вот это кричит сильно. Вот здесь почти нет разницы, видите, между вот этими и вот этой. Их нужно чуть потише. И вот уже появилось некое движение. В зависимости от того, что было до этого, сравните. А теперь возвращаемся к третьему пункту, к третьей фишке. Выбор библиотеки. Точнее, может быть библиотеки, где-то может быть патча, где-то может быть штриха. То есть, понятно. То есть, именно подбор самого по факту инструмента. И мы сейчас возьмем не спиката, скрипки, и не стаката. Я знаю, что у Spitfire, в библиотеке у Spitfire Albion 1, есть не только спиката, стаката. Есть еще и астената. Это такой некий очень нежный штрих. Заходим в Albion Legacy. Стринг хай. И видим, здесь вот short astenatum написано. Short, спиката. Они, конечно, гораздо тише. Во-первых, мы добавим им просто пару децибел. Во-вторых, с помощью комбинации клавиш Alt плюс X, мы пропорционально увеличим у них громкость. Слышите, этот штрих гораздо больше подходит. А если мы возьмем еще спиката? Еще короче. Теперь мы это можем просто продолжить. У нас фраза есть. Мы эту фразу берем, продолжаем. И здесь в конце как-нибудь изменим. Ну, самое простое. Например, поднимем последний нот на октаву вверх. Да? И у нас будет уже какое-то различие. Это у нас будет уже одно предложение. И мы сейчас с этим предложением будем работать. Что дальше? Чтобы звучало еще реалистичнее, давайте, да. Это получается уже пятая, да? Пятая фишка. Лейринг. Лейринг. Что такое лейринг? В электронной музыке это накладывание новых тембров на одну и ту же мелодию, грубо говоря. То есть, мы берем синтезатор, прописали им, допустим, вот эту мелодию, да. Потом берем второй синтезатор, третий синтезатор. У них у каждого новый тембр. И получается мелодия более насыщенная, пышная и как-то поинтереснее. Несколько разных синтезаторов играют одну и ту же мелодию. В нашем случае лейринг играет ту же самую функцию, но у нас не синтезаторы, а у нас оркестровые инструменты. Что мы делаем? Мы клонируем просто эту библиотеку, можем взять просто другой штрих. Естественно, копировать туда эту мелодию. Один этот штрих будет звучать вот так. Один тот штрих будет звучать вот так. А вот как они будут звучать вместе. Поинтереснее, да? Можем взять все ноты и слегка отодвинуть чуть правее. Создается ощущение того, что это играет много скрипачей. Более размазанный звук, нежели вот этот вариант. Некий эффект тремоло. Мы можем отодвинуть вторую скрипку, которую мы добавили направо. А первую налево. Здесь поаккуратнее, потому что учитывайте, что какую-то из этих скрипок вам придется в дальнейшем исключить. Например, в каком-то переходе или в каком-то другом мотиве. Допустим, характер композиции немножечко поменяется. Вам не нужно будет использовать две скрипки. И вы будете писать одну, а она у вас звучит в левом ухе. В этом случае вам придется либо ее вернуть, как это автоматизацией может быть. Либо создать новую скрипку. То есть клонировать эту скрипку и просто вернуть ее в центр. И прописать партию уже на ней. Либо оставить все как есть. То есть прописать в левом ухе, грубо говоря, да? То есть вот так. Сейчас она в левом ухе звучит у нас практически. То есть с левой стороны сцены. Сбалансировать, написать какую-нибудь скрипку справа. Или аккорд справа, или эффект справа, или вокал. Неважно, что-нибудь справа, что будет иметь примерно такую же весомость, такую же значимость. Но при этом сбалансирует. То есть вы будете слышать звуки слева и справа. Это вам на будущее. Но по факту, вместе это звучит гораздо интереснее. А если еще и мы отодвинем. И вторую сделаем чуть потише. Точнее, первую сделаем чуть потише, потому что она более острее. Получается уже пространство. Получается уже прям реально. Вот если вы закройте глаза и послушайте это. Если мы сюда еще добавим Валхала. То есть реверберацию. Тут такое ощущение, что мы сидим в зале. Впереди, вокруг играет такая большая секция. Тихонечко играет эту мелодию. В принципе, так и можно оставить. Мне это очень нравится. Но, если у вас композиция только начинается. Или если вы хотите более еще весомый и легкий характер. Вам не нужно, короче, разводить эту мелодию на большую секцию. Вам нужно, чтобы это играли, допустим, пара скрипотей. Или чтобы вот этот звук был у вас в середине. Можно подобрать другую библиотеку. Тоже будет лейринг своего рода. Так, возвращаем все в центр. Тоже возвращаем в центр. И идем, берем библиотеку RK2. Я уже знаю, что там есть классные Wedding Strings с Picatissima. Попробуем. Это тоже Астената. Он более мягче и нежнее, чем у Spitfire. И они звучат обе в центре. То есть, создаётся впечатление от того, что это играет реальная секция. Она сидит в одном месте, да. Можно сделать чуть нижнее. Можно сделать, допустим, здесь динамику. У вторых дублированных RK чуть ниже. Как ещё можно разнообразить именно с точки зрения партии. То есть, вот у нас есть, вернёмся, одна скрипочка. Уберём у неё реверберацию. Я, кстати, забыл это сделать. Можно взять, дублировать. У меня сейчас лень заморачиваться. Просто здесь есть и длинные ноты, и короткие ноты. И они друг на друга сейчас встанут. Вот так. То есть, чтобы звучало интереснее, да. Сделать такие двойные ноты в одной и той же библиотеке. То есть, вот. Хорошо. Разобрались с этим, да. Сейчас я сделаю более-менее, как мне нравится. А я возьму и возьму не Astenata Speedfire, а из RK библиотеки. То есть, то, что мы брали в качестве дополнительной скрипки, я сделаю её основной. Её звучание мне очень нравится. Почему бы и нет? Давайте сразу сделаем на мастере в лимитере гейн повыше громкость, чтобы было соответствующее. А то я вроде как поднял, блин, дофига громкости, а он всё равно тихий. Хорошо. Вот у нас есть скрипочка. И, в принципе, от неё больше пока ничего не требуется. Дальше нам нужно придумывать интересности всякие. Что входит в элементы интересности? Во-первых, это... Ну, что первое на ум приходит? Наверное, аккорды, да. Первое, что на ум приходит, это аккорды. Самый простой способ. Самый наипростейший. Это в этой же библиотеке, если позволяет диапазон. В моём случае не позволяет, потому что ниже уже скрипка играть не может. Этим снова возвращаемся. И уже есть аккорды, есть гармония, есть понимание характера, есть понимание тональности. Но это не очень... Это как-то тупо. Это какой-то марш. То есть раз, два, три, четыре. Так делать нежелательно. В подобной лёгкой музыке, соответственно... Так намного красивее, намного оживлённее. Но если нам не нужен такой бешеный, рвящийся аккорды по импу до ритм, мы просто-напросто опять же представляем иерархию. Здесь тоже есть первые доли, вторые, третьи, четвёртые, главные. Первые, вторые, третьи, четвёртые. Понятно, да? И мы первые доли, то есть главные доли, делаем громче остальных побочных. Вот так получается. Раз, два, три. 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 Или, может быть, даже... Вот что вообще плохо влияет динамика, да? О, так получше. Угу. Вот сравните, да? Как без динамики звучало бы. И с динамикой. Как я уже говорил в начале видоса, видишь, что это деликатная очень тема, аранжировка оркестровой музыки. Очень тонкая. Но для того, чтобы не париться, фишка, даже не фишка, а совет, наверное, номер шесть. Если вы хотите в этой же библиотеке прописать новую партию, аккорды или второй голос, то желательно ее клонировать и прописать в отдельном, скажем так, в отдельном листе, в отдельном месте. Вы все равно будете видеть хосты, если что, так что не парьтесь, если вы работаете в одном паттерне. Ну и, конечно же, если вам позволяет оперативная память, если вам позволяет мощь вашего процессора, то лучше сделать так. Потому что вы отдельно эти аккорды, если захотите, можете сделать тише. Можете сделать громче. Можете у них, допустим, убрать слегка верхов. Передобавить. То есть, таким образом, вы можете регулировать отдельно аккомпанементом и мелодии. Это гораздо удобнее, нежели все в одной библиотеке у вас будет. Вы хотите сделать мелодию громче или мелодию, допустим, вверх частоты поднять, то они поднимутся у его аккомпанемента. Но за счет того еще, что я клонировал эту библиотеку, я имею возможность написать еще верхние нотки аккорда. Потому что там они были заняты. И теперь я, наверное, хочу поменять скрипку. Возьму, опять же, даже не верхние, а нижние. Aspidwar Album 1, Album Legacy. Не, не совсем подходит. Какая-то она очень упрямая, что ли. Такой-то звук непонятный. Давайте попробуем все-таки верхние. Вот. У них как... Вот эти нотки, они как будто горошинки, да? Можно даже сделать вот так. В каждой четверти, в каждой триоле, вот, убрать серединную ноту, чтобы было там, тадам, тадам, тадам. И тогда будет не так скучно звучать. И можно выделить вот эту ноту, чуть-чуть погромче сделать. Возникает проблема. Конфликтует два инструмента. У нас одинаковые практически тембры. Обе стена-то такие нежные, легкие скрипки. Обе они в одном диапазоне. В одной октаве. В одном регистре. Но одна выполняет роль мелодии, вторая компанемент. Но, тем не менее, их ноты пересекаются, особенно вот в этих моментах. И для того, чтобы нам исправить эту проблему, один из вариантов, это одну из скрипок поместить немножечко в другое место. Я так и сделаю. Теперь их слышно отдельно. Даже если эта скрипка будет играть в том же самом диапазоне, под тем же самым нотом, мы все равно различим. Но так все равно нежелательно делать, конечно же. Для того, чтобы было четко, отчетливо слышно отдельно мелодию, отдельно аккомпанемент. Я бы сделал правильное, если бы пустил на октаву вниз. Но просто у этих скрипок там нет диапазона. Давайте попробуем взять. Давайте вернемся к КРК. Только возьмем уже на верхние, а средние скрипки. Спикатиссимо. Послушаем. В связи с тем, что у нас новая библиотека, она по-другому зависит от динамики. Вот это мне больше нравится. Во-первых, чуть-чуть реалистичнее. То есть, есть какие-то шумы, есть механика, да, смычков. То есть, мы слышим вот эти все тонкости и самого инструмента, как будто мы в оркестре сидим. Но она немножечко такая зажеванная, что ли. То есть, мы не слышим конкретно акцентиков. И вот нам приходится выбирать. Либо каким-то образом выкручиваться. Чтобы не было, опять же, постоянно вот этого гильджа. То есть, я оставляю ноту, которая будет играть на протяжении всего предложения. А у остальных я исключаю вот эти повторяющиеся. Итого получается что-то более-менее чистое и красивое, и нужное нам. В перспективе можно будет добавить еще, например, спидфайеровскую. И сделать эти аккорды чуть-чуть поострее. Это будет звучать вот так. Ой, не та, не та, да, скрипка? Вот новую я добавил. Новую направо, аккомпанемент налево, а мелодия получается практически в центре будет. Итого получается окутывание вот этими мелкими аккордиками т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т главную мелодию, которая в центре, аккорды вокруг. А теперь, когда у нас есть уже аккордики, можно взять и разнообразить тембр медными, например, да? Тут уже на ваше усмотрение, что вы будете делать дальше. Можете начинать писать перкуссию, о ней мы тоже, кстати, сегодня поговорим. Можете добавить какие-нибудь колокольчики. Можете добавить ударных чуть-чуть, каких-нибудь роллов на низах. Этим тоже займемся. Можете добавлять медных, можете второй голос добавлять, можете добавлять струнных длинных наверх. Все, что хотите, но я сейчас буду идти так, как я люблю. Вот я написал струнные, основу струнных, есть у меня мелодия и гармония, я приступаю к медным. У меня такая некая закономерность, сложенная уже на моем опыте. То есть я за уже, получается, почти 6 лет аранжировки оркестровой музыки, я привык после струнных писать медные. Потому что это два главных таких, они прям на подиуме, занимающие первые и вторые места, лидирующие среди часто используемых инструментов и в принципе секций, как сказать, видов, оркестровых инструментов в моей музыке. Это струнные и медные. Вот. Потом уже идут деревянные, потом уже идет перкуссия. Вот. Ну, фортепиано, это такое дело, это индивидуальное. В каком треке оно, на первом месте, в каком треке на последнем. Ну, в любом случае, струнные всегда, чаще всего, начиная с струнных, потом уже иду к медным. Именно поэтому мы сейчас возьмем, скопируем, скорее всего, вот эту партию. То есть я хочу еще лейринг сделать, но на этот раз уже медными. Ну, клюз. Обязательно, кстати, седьмое правило, седьмая фишка аранжировки. Если вы пишете секциями, если у вас играет секциями мелодия, если у вас играет секциями при этом, аккорды снизу это подыгрывает, да, как в нашем ситуации, то не добавляйте соло-инструмент. Особенно, чтобы он выделял какой-то голос, чтобы он выделял какой-то аккорд. Вы можете это сделать, но очень деликатно, потому что представьте себе ситуацию. Сидит 50, допустим, скрипачей, грубо говоря. 50 там гранистов сзади, там перкуссия вокруг там фигачит, и рядом с ними со всеми одна флейта какая-то, которая пытается выразить какую-то свою мысль, но и кто ее нафиг не слышит. А если и слышит, то это сильное различие. То есть это как бы идет некое нарушение каких-то стандартов, не то что стандартов, нарушение привычного звучания реального оркестра, скажем так. Потому что когда вы пишете секциями, пишите секциями, и все остальное тоже. Вы можете перейти в какую-нибудь другую тему, модулировать какую-нибудь другую тональность, там открыться в более сказочной, мистической музыке, более мистическом характере, да, там уже повести какие-то соло-инструменты. И тогда это будет вполне себе объяснимо. Но есть, конечно, исключения. Например, если я сейчас добавлю соло-инструмент, может быть, это даже звучит, типа, нет каких-то правил. Но это как бы просто совет, это на моем опыте, я знаю, что так делать не стоит. И даже на моем стриме, один из последних стримов был, там человек добавил соло-инструмент, и там наглядно слышно, что это, блин, ну не надо делать, это он сильно режет слух, он сильно выделяется из всех, потому что у него звук слишком тонкий. Итак, мы ищем, соответственно, брасы. Вот тут в библиотеке Nucleus есть солисты и секции. Солисты это как раз единичный, то есть соло-инструменты, соответственно, да, и секции это несколько инструментов, играющих одновременно. Давайте возьмем вот стокатиссимо, 6 фронских горнов, стокатиссимо. копипастим сюда партию. Они слегка тормозят, буквально. Слышите? Они идут как будто не в такт. Все потому, что в библиотеке Nucleus очень хорошо реализована легата, очень хорошо реализована реалистичность, и когда вы добавляете любой инструмент из библиотеки Nucleus, я хотел сказать, они все немножечко запаздывают. Здесь есть специальный параметр, они не оставили без внимания. Выкручивая вот эту вот ручку, этот параметр S-start, вы тем самым убираете задержку. Но в легата-инструментах эта задержка важна, потому что от этого зависит то, насколько ярко выражена будет эта легата, то есть переход из одной в другую. Чем меньше этот параметр, тем ярче выражена легата, но тем больше задержка. Но задержка не всегда не всегда плохо. Даже чаще хорошо. Потому что вы можете достичь очень реалистичного звучания благодаря ее, благодаря легата, но при этом вам не составит труда просто отодвинуть все ноты, всю партию выделить и отодвинуть чуть-чуть налево. Ничего не изменится, вы всего лишь там проделаете одно лишнее действие, но будет звучать гораздо красивее. Вот для чего нужна эта ручка, и вот почему задержка есть в Nucleus. Теперь вы это знаете. Итак, теперь послушаем. Теперь задержки вообще нет. Видите, старт не вернул. Я даже чуть-чуть оставлю для того, чтобы было немножко реалистично, для того, чтобы они чуть-чуть запаздывали. теперь я уберу в начале, дабы медные были уже на развитии, то есть они будут добавляться у нас вместе со вторыми дублированными скрипками от Spitfire. И сделаю я им чуть-чуть погромче соответственно динамику. И медные инструменты у нас обычно сидят справа. Можно им, допустим, брать вот этот постоянный па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам, чтобы он не гудел, потому что у нас уже слишком много либо можно прописать какую-нибудь мелодию и арпеджиу, например. Например, вот так. То есть как-нибудь разукрасить, вот как вариант. Но если бы не было так много струнных или если бы они были немножечко чёточи звучали и не рассеяннее, но мне так нужно было, поэтому я уберу горный, лучше не оставлю скрипки. Но если вам больше нравится горный, то вы можете оставить только горный, например. Тоже неплохой подход. Почему бы и нет? Или, допустим, горный оставить, но а скрипку сделать ещё тише или вместо неё прописать какую-нибудь реально спидфайеровскую. Вот так. Есть и скрипичный тембр и чуть-чуть скрипичного ритма, то есть мы слышим, да, вот эти острые нотки. И при этом ещё медный мы слышим очень хорошо, отчётливо. Хорошо. Теперь, что дальше? Так, я не знаю, мядные оставить или нет. Но я вам показал, что их можно использовать, показал, каким образом можно это делать. Вы там уже сами можете сочинять марпеджио, какие-то мелодии, делать лейеринг, наоборот, с мелодией, а не с аккомпанементом. То есть с вот этой партией, да, нашей. Тан-та-тан-та-тан. Можете их писать на басах, например, почему нет, вам никто не спешит. Вот пример. Вот пример. Соответственно, можно их сделать погромче. Вот. Им можно тихонечко подыгрывать сверху. Вот. Тоже такой тембур прикольный. Каким хотите образом заполняйте этот тембур медный, моя была задача вам показать, что с ним можно сделать. Нам можно подумать, надо разнообразием. Тут теперь мы можем включить фортепиано, например, и сыграть на развитии или, в принципе, всегда играть партию мелодий и фортепиано. То есть некий лейринг. Но не нужно забывать, что у нас в мелодии штрих очень короткий. То есть, как он называется, стакката. Соответственно, фортепиано все длинные ноты нужно также превратить в стакката. Сейчас я возьму все, которые длятся две восьмые и превращаем их в стакката. Вот так. Хоп. А теперь все, которые длятся три восьмые. Вот таким образом. Эти оставляем, потому что это завершение. на них можно осесть. Теперь вот эти короткие делаем еще короче. И можно сделать повыше. Блин. Сейчас фортепиано выбивается из микса. Оно звучит как какое-то отдельное, что-то резко добавленное в нашу композицию. Для того, чтобы этого не было, мы добавляем реверберацию. Какой-нибудь брайд, медиум рум, например, ставим. То есть не слишком, чтобы ширную комнату. и отдаляем его подальше. То есть делаем микс комнатой больше. Можно дикей поставить, чтобы было ощущение, что мы в оркестровой комнате. И как-то разнообразить на фортепиано. Сделать какие-нибудь миолизмы. Что-то я запутался немножечко. Так. Здесь можно так же, как я делал в скрипочках, только на трансфортепиано, продублировать ноты и сделать как бы двойные. Это будет элемент развития хороший тоже. Вот так. Хоп. И только что добавленные ноты мы делаем потише, чтобы они не долбили вместе с остальными. Та-да-да-да-да-да-да. Та-та-да-да-да-да-да. Вот. И уже получается интересно. В принципе, уже интересная разжировка. Но не хватает басика. То есть мы слишком высоко летаем. Нам нужно опуститься с помощью баса. Бас не должен быть соответственно какой-то грубо, не должен быть какой-то долгий. Потому что у нас все инструменты играют стакката. Итак. Заходим в спидфайр. И можно здесь выбрать как раз вот те октавные низкие короткие скрипки, как они называются здесь в патче. Можно прописать по тактам вообще в принципе. То есть появляется такт и появляется соответственно бас. Но этого будет мало. потому что у нас движение такое сильное. Но вам может понадобиться и такой вариант. Почему бы нет. Поэтому я все показываю. Но будет интереснее если мы на каждую долю пустим бас. Уже красиво звучит. Без баса реально не хватает. Можно пустить повыше. Итак. То что мы сейчас имеем в принципе звучит неплохо. Но не хватает все таки. Не то чтобы не хватает а слишком много чего-то. Вы слышите да? эти скрипки. Все таки я бы их заменил наверное. Ну заменил бы их. Потому что они прям очень размазанные что ли. Хочется больше четкости. Давайте возьмем Sweetfire. и у них соответственно можно заполнить дыры уже. Потому что они не настолько уже размазаны и они не будут сильно значительно ухудшать звук. Наоборот немножко акцентируют слабые доли вот эти и получится именно то что нужно. здесь можно в конце немножко изменить сделать такой переход к окончанию вот более или менее а у нас кстати здесь добавлена тоже та же самая скрипка давайте тогда добавим наоборот у нас была главная арка побочная добавлялась вот здесь speedfire а мы сейчас главную сделаем speedfire а побочную сделаем арка это у нас были средние скрипки я не помню уже по-моему да ой какая-то она прям сильная у нее нет прям такого пианиссимо у нее просто мы все равно мы слышим каждый звук даже если сделаем очень тихо в общем это на ваше смотрение вы уже пони к этому же сделать я сейчас не буду заниматься сочинением все равно это не мой трек я его никуда не буду опубликовывать это чисто демонстрационно для вас тогда пока уберу если что вы знаете что в целях развития можно использовать лейтинг скрипки можно вместе с фортепиано еще пустить колокольчик например я уже знаю что это библиотека true strike мелодик перкажен либо глокенспиль либо потому что он более тонкий такой звучок теперь зададим у нас есть все короткие инструменты то есть и бас коротенький и аккомпанемент коротенький и фортепиано и колокольчик тоже стакката играют и скрипка спиката стакката и мы сейчас возьмем и магическим образом все это обобщим каким-нибудь аккордом длинных скрипок уже на этот раз берем спидфайл бенуан и просто лонг стринг спатч как вариант просто-напросто взять трезвучие не важно какое обращение ну в моем случае не важно потому что если что я переделаю вот здесь нужно быть очень аккуратным с динамикой это фишка номер уже 8 да наверное правило 8 длинные инструменты поверх коротких чтобы они соответствовали характеру если мы пишем драматику у нас там сплошные длинные какая-то драматическая мелодия там виолончели которая пропевается в одной фразе целых секунд 20 то логично что аккорды тоже будут звучать вот так в нашем случае такая динамика не подойдет нам нужно что-то более резче выступаем тихонько подхватываем и в нужный момент прекращаем звучать и можно даже сделать вот такие передышки то есть паузы между аккордами не такие большие вот и вместе с этими скрипками по тем же самым нотам либо по каким-то другим неважно я имею ввиду по тем же самым ступеням мы будем писать медные и тут фишка номер девять когда вы прописываете динамику таких библиотеках в которой присутствует зависимость короче modulation wheel это колесо которое чаще всего на синтезаторах на миди клавиатурах регулирует именно динамику инструмента не громкость не вот это а именно динамику вот сейчас я нажму аккорд и вы послушайте как он будет изменяться по характеру это динамика это открытость и закрытость инструмента это его дыхание характер а если вы будете менять просто громкость то это совсем не то понимаете о чем то есть мы тут регулируем ручку динамик и мы плавно переходим с одной записи на другую запись то есть буквально когда мы нажимаем на клавиатуре три ноты у нас играет аккорд но при этом воспроизводится сэмпло два или три когда мы выкручиваем ручку наверх у нас становится громче тот сэмпл который воспроизводит запись яркого исполнения этого медного инструмента вы поняли короче воспроизводит форте когда мы соответственно ручку возвращаем делаем тихо то тот сэмпл становится тихо и вообще выключается приоритете становится сэмпл медных, которые играют очень тихо и аккуратно. Обязательно вы должны, особенно в медных, в таких инструментах, которые открываются, закрываются. В струнных, в принципе, можно и channel volume. Особенно в спидфайерских, потому что на них сильно не влияет динамика. У них вот есть здесь параметр динамики, но он практически то же самое, что громкость, что я делаю вот так. Давить. Но то же самое. А вот в медных вы слышали, какая разница между piano и forte. Теперь мы берем, просто сюда клонируем. И для того, чтобы автоматизировать, мы эту ручку немножечко дергаем и заходим сюда. Правой кнопкой мыши, create automation clip. И он создается здесь. Либо, есть еще второй вариант. Сделать это через браузер. Заходим в окно нашей библиотеке. Здесь нажимаем browse parameters и ищем modulation will. CC решетка 1, modulation will. Это и будет, вот как видите, да, я кручу. На ней правой кнопкой мыши тоже нажимаем create automation clip. Это то же самое. А теперь для того, чтобы было более загадочно, медный опустим на окно вниз. Вот. Уже звучит хорошо. Теперь мы можем еще добавить какую-нибудь скрипочку. Ну, она очень резко переходит. У нее очень сильный элегато. Заходите в Expert, элегато тримминг, стоит автоматический мод. Я, насколько понимаю, это зависит от velocity. Да. Мы лейрим ее вместе со спидфайерскими гармоническими скрипками. Буквально. Так, спидфайер strings. Long. Гармонические и спидфайерские. И просто-напросто прописываем ту же самую мелодию здесь на развитии. Здесь пускай она одна попоет, как в вступлении, чтобы было более легкое. А здесь уже будет развиваться. Теперь ее сделаем потише. И в аквалайзере уберем какие-то кричащие вот эти, да, ноты. Отодвинем ее направо. Медные у нас должны быть тоже справа. Петваревские можно чуть-чуть левее. И добавить им тоже пространство. Колокольчик можно чуть-чуть налево. И вот эта скрипка теперь, которая дублирует на нашу соло скрипку, мы можем ее, во-первых, поднять на кто вверх. Вот. Так. Теперь нам нужно перкуссии, как я и обещал, да. В Speedfire Alibion 1 есть такие вещи. Darwin Percussion Ensemble, Legacy Patches, Symbols 1, Symbols 2, Thompson Gongs. Можем взять отсюда, но я могу посоветовать некоторые другие библиотеки. Во-первых, в RK2 есть перкуссия, но она мне не совсем нравится, потому что там не совсем большой выбор. Мне гораздо приятнее библиотека Majestic. Здесь заходим в папку Percussion и выбираем мастер. На этом мастере мы получаем полное разнообразие, практически полное разнообразие всяких разных перкуссий, в том числе еще и роллы. Вот. Мы можем ключами переключаться между этими двумя. Прямо в пианоруле, не меняя библиотеку. С символами и с гонгами, в принципе, все очень просто. И с тимпани, там, со всей принципе перекусии все очень просто. Потому что тут тоже идет некое правило главных сильных долей, под которые мы подстраиваем все наши ударные. Допустим, здесь будет какой-нибудь... Сделаем чуть потише. И я хотел бы сделать больше пространства все-таки тоже. Но тут ударники просто не очень подойдут. Потому что, опять же, произведение легкое, но по факту вы знаете, что в этой библиотеке можно их использовать. Делаем тот же ритм. Вот как вариант. Просто такие постукивания в тон. Ну и теперь можно добавить символы. Вы можете переключать ключами в одной библиотеке, но мне интереснее, начнем неудобнее клонировать ее, писать в новой партии. Здесь просто методом автоматизации громкости мы добавляем потихонечку, выплываем этот эффект. Остальное за нас сделает вот этот вот символ. Я, наверное, пока уберу гиалончель, потому что он мне не нравится. Теперь я пользуюсь своим опытом, пользуюсь фантазией, попробую сделать из этого что-то еще более интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Пожалуйста, при вас комментируя все свои действия, называя фишки аранжировки, и в итоге, немножко подкорректировав этот отрывок, я, собственно, его сочинил, аранжировал. Поехали, послушаем, есть результат, потому что мне это нужно сделать, чтобы те, кто любит перематывать, у меня для них была очень хорошая новость, что есть такие моменты, где мы послушали композицию полностью. Поехали. Вот такая композиция, друзья Включающая в себя множество информации Которую я передал по поводу ее аранжировки Надеюсь, что вам этот видос был полезен Если хотите, пишите в комментариях Для того, чтобы мы продолжили с вами этот трек до конца Пока я его сохраню Спасибо большое за просмотр Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Вступайте в сообщество ВКонтакте Также есть там беседа, в которую вы можете вступить И скидывать ваши треки на зацен Болтать со мной, с нашими единомышленниками Обсуждать различные темы оркестровой музыки Также мы разработали большой дискорд канал И там же есть различные чатики Чатики для мемов, чатики для всяких вопросов Чатики для, опять же, оценки ваших композиций Вы туда можете присылать свои работы, свои демки И я, либо кто-нибудь из моих подписчиков, друзей Вам эту композицию оценят, критикуют, похвалят Или укажут на какие-то ошибки И, в общем-то, будем друг другом И, друзья, помогать в развитии творческом Так что присоединяйтесь, будем на связи Еще раз спасибо за просмотр Надеюсь, видос был вам полезный Ждите новых видосов Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok